Ну что же, пистолетный раунд. Первый пистолетный раунд между командами в Альянс и Виндига. Виндига начинают в атаке в Альянс в обороне, соответственно. Подруби вебку. Хорошо, брат. Кристалл все? Да, ребят, кристалл на сегодня все. Ну и у нас начинается первый оружейный раунд. Ну что же, поехали. Выпад на мидл в исполнении команды Виндига. Посмотрим, будет ли занимать 15-20 и по какому таймингу, во-первых. Все нормально? Хорошо, ребят. Если что, по течению матча говорите тише, что громче и так далее, чтобы это все можно было пофиксить. Ну и здесь сразу обратите внимание, стяжка пошла с Бена Апланты и у нас уже первый контакт есть от Хантера. Есть первый минус по блокеру Виндига. Поизон разменивается неплохо от Асперанто. Будет ли минус по Поизону сейчас? Но опять же это очень важная борьба, потому что там как раз-таки под базу Б готовится выход. И там как раз-таки никого практически нет у команды в Альянс. Ну 4 в 3. В любом случае, Нексер перестрелял Поизона. Ну и пойдет попытка ритейк. Ну что же, Бабл. Вместе с Шипзом неплохо здесь дерутся. Виктор. Вместе с Шипзом хорошие фраги находят сейчас. Ну и опять же Асперанто здесь очень родовое остается. А где наш товарищ Интел? А Интел вот как раз-таки со спины выходит. Потише игру или потише себя сделать? Так, Интел. Неплохо. Ну, китов нет. Китов нет. Это опять же сейв первых арморов в исполнении команды в Альянс. Но товарищ Виктор говорит, нет-нет-нет, не в этот раз. Точно не засейвишь. Ну и опять же Асперанто удалось засейвить свой первый армор. Ну и что к ноже М9 легенды? Классный ножик на самом деле. Ребятки, давайте троечку в чат, у кого есть хотя бы не дефолтный нож. Потому что я не знаю. Я вот, допустим, всю жизнь пробегал с обычным ножом. Как-то вот у меня лично нету мании как-то вот гнаться за какими-то кейсами. Открывать кейсы, открывать там ножи или еще что-то. Не знаю, может кто-то из вас и увлекается таким. Ну что же, поехали. Первый раунд за командой Ведига. Соответственно, здесь будет Форс от команды в Альянс. Это две чешки, P250, 5-7 и Дигл. Ну и здесь Хантер будет первым на приеме базы B. Откидывает гранату сейчас тоже по таймингу. Своим оппонентом хорошая флешка залетает. Ну и здесь Асперанто в упоре будет принимать с Диглом. Посмотрим, что от этого получится. И Хантер находит минус. Там, кстати, Родову еще и Виктор. Ну и здесь пока что у команды Ведига некоторые проблемы при заходе на базу B. Себя потише немного. Все, хорошо. Сейчас сделаю, ребят. Дву-два тиранда смотрим. Но Асперанто по-прежнему с Дигла принимает. Ну и Хантер сюда же подходит. На самом деле на B базе сейчас не должно быть каких-то лютых проблем у команды Валайнс. Ну и Виндиго очень аккуратно сейчас отыграют и откидывают смог на базу B. Будет ли заход? Быть может еще и отойдут назад. Все-таки 4 в 5 довольно тяжело будет на B зайти. Учитывая то, что три игрока на опорной зоне базы B. Ну и смог еще от Асперанто готов в любом случае. Так, ну что, у нас начинается заход. Пойзен. Простреливает с Галилу в дымы. Здесь Некса сидит. И вот от Некса интересно было бы на самом деле посмотреть. Но один фраг он должен делать в любом случае. А там уже на размене тиммейта должны подоспеть. Но очень уж Виндиго затягивается этим раундом. Да, пошла перетяжка у нас на мидл. Ну а здесь номер 5. Это опять же Отто. Будет принимать своего оппонента при выходе с ланга и шарта. Но еще там не будем забывать про вот этого молодого человека. Интел. Так, ну и что же. Поехали. 5-7 в деле от Отто. Хорошая первая пачка. Но размен имеется. По Интелу пока что информации нет. Но вот Интел немножко рановато спалился. Там уже опять же приходят тиммейты. Но погибает один из них. Ну что же, остановка бомба. А Шипс-то родовый. Шипс-то родовый. И Шипс погибает. И остается у нас один представитель команды Виндига и моментально погибает. Это форс-раунд в исполнении команды Валайенс. И это один-один. Вот такой вот форс зашел. Плюс остался второй армор. Первый арморный эсперант. Вероятнее всего докупит сейчас себе второй сет армора. Так что калаши на руках. Вообще замечательный раунд провели Валайенс. Ну, оборона так или иначе должна все-таки выигрывать. Но мы говорим сейчас конкретно о том моменте, что Виндига после пистолетки должны были опривали забирать второй. Но Валайенс, во-первых, очень качественно отстояли под Б. Не подбайтились ни на одну из флешек дымов команды Виндига. И очень круто два опорника на А отстояли. То есть, да, немножко интел там накосячил. В том плане, что он спалил немного раньше нужную свою позицию. А так вообще все замечательно. Всем добрый вечер еще раз, дорогие друзья. С вами Герман Громов. И я проведу с вами замечательный BO3 матч. Их будет аж целый. Ну что же, на эксапсе будет ликать сейчас банан. И здесь натыкается на Шипса. Неплохой минус. Ой-ой-ой, эсперанты-то уходят. И, кстати, этот момент слышал Шипс. А у Шипса теперь как раз-таки есть ФАМАЗ. Что, попытка снова захода на базу Б? А здесь никого. Там носите переместился эсперанто. Думаю, что это А. А это Б, дорогие друзья. А это Б. И здесь ровным счетом никого нет у команды Валайенс. И знаете, напоминает это немножко предыдущую ситуацию. Когда, да, неплохо сыграли в Валайенс. Они развели, что все-таки очень много игроков под Б и своевременно сместились под А. Ну что же, основной бомбой это сейв четырех девайсов. Команда Валайенс, второй раунд. Команды Виндига. Это вообще шикарно. Слушайте, какой-то контр-страйк прям очень не дефолтный. Дефолтный с самого начала этого матча. Шикарно, шикарно. Ребятки, если у вас будут по ходу трансляции какие-то вопросы, там, где-то просьба или что-то еще, пишите. Обязательно отвечу. Чат я обязательно буду мониторить. Он у меня на втором экране слева. Так что, если вдруг что, какие-то там вопросы будут, задавайте. Не стесняйтесь. Всегда буду рад ответить. Опять же, в зависимости от того, будет ли какой-то контакт на карте или нет. Если вот как сейчас, то, конечно же, буду отвечать, читать и общаться с вами. Ну что, три раунда позади. Два забрали Виндига в атаке, один Валайенс в обороне. Но, опять же, мы не забываем, что Валайенс сумели засейвить четыре из пяти девайсов. Так что в этом раунде, опять же, будет фулл оружейный с двух сторон. Ну и посмотрим вообще, что примет. Предпримет, точнее, команда. Виндига в этом раунде. Ну что же, полетели первые молики. Ну и здесь, опять же, Хантер вместе с Аспирантов вдвоем. Так, АЕ-шка залетает на самом деле неплохо. 63 хп остается у Шипза. Ну, кстати, на самом деле, Мерпу не согласен, что прям игра какая-то супер пассивная. Ну, пытались ребята из команды Валайенс в предыдущем раунде угадать, но так-то нет. Виктор в итоге занимает уже упор. Под сэндбэкс думает или не проходить, или же все-таки пройти. Ну и здесь ответный пик будет в исполнении команды Валайенс и Блайндовый. Блайндовый Виктор. И, кстати, как же таймингово все это сделали? Команда Валайенс, ну и Виндига, опять же, очень таймингово отошли с этой позиции. Ну и Виктор, огневая мощь. Команда Виндига попытается сейчас навязать борьбу, или же все-таки отойдет. Бомба пока что еще под бананом. И там два опорника. Там пока что два опорника. Но этот буст по-любому должны читать. Если под флешку будут выходить Виндига, то буст обязательно прочекать. Валайенс. Валайенс. Валайенс будет правильно. Ну что же, буст не прочекали. И вот оно, вследствие этого момента погибает также у нас еще и Некса. Но здесь пока что все неплохо. Бамбл находит еще один минус. С фармгана неплохо. Плюс деньги в любом случае. Ну и пока что это все-таки 1 в 3 для поезда. Ну, на руках Юмп. Быть может, один-два фрага еще и подрежет. Но он схлапывает моментально. Но и там в спину уже выходит товарищ Интл. Ну и неплохо. Неплохо. Точнее даже не в спину, а скатерия спална. Это все-таки второй раунд от команды Валайенс. Что по деньгам? По деньгам все неплохо. У команды Виндига будет закуп в этом раунде. Опять же, есть бомба. Немножко и пофармить успели. Ну и смотрим. Да, 5300, 4500, 4900. Все нормально. Все нормально. Единственное, что Шипс, возможно, даже с каким-то деглом сыграет в этом раунде. Если дроп не получит, ну дроп скидывать по сути-то и некому. Ну что ж. Поехали смотреть за раундом уже номер 5, что придумают здесь. Команда Виндига в атаке. Будет ли выход на ребра у нас или же все-таки попытаются сыграть снова. Да, постоянно дугу занимают игроки команды Виндига. И здесь, кстати, под флешку уходит. Ой-ой-ой, эсперанта у нас на цементе. От Некта есть минус. Отличный минус 2 в исполнении игрока команды Валайенс. И все, по сути, выход на базу В. Закрыт. Ну, хотя нашли эсперанта. А вот еще по двум информации нет. И все хорошо здесь пока что у команды Валайенс. 4 в 2. Пойзон. Погибает. И там же Баббл. Баббл здесь уже, опять же, с ЦЗшкой. Вряд ли ему что-то дадут здесь делать. 28 хп. В любом случае, даже забирая Нексу, там будет размен со стороны. Вот. Так, секундочку. Секундочку. У меня тут прям какой-то лютый сквозняк. Что-то прям совсем вух. Жестко. Жестко. Это как Элиш, Элайдж. Ну, да. 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 На самом деле, вот, отношусь вот к подобным родом моментам. Довольно позитивно. Все-таки я считаю, что каждый имеет право на какую-то свою вариацию. Потому что, опять же, как минимум их должно быть 2. То есть, это, опять же, дефолтное произношение, которое сам игрок любит, чтобы его произносили. Да, и есть, опять же, исходная ситуация. В случае, опять же, да, вот с Элиджем, Элайдж или Нитро, Найтро. Я когда первый свой каст проводил, мне как раз попались Ликвиды. И я помню, что очень многие прям меня вот зафлеймили за то, что я говорил, типа, Найтро, Найтро. Хотя, с североамериканского произношения как раз-таки правильно именно Найтро. Но мы привыкли называть его Нитро. Поэтому здесь нету, так скажем, верной, прям стопроцентной стороны. Приводя в оборот в ту или иную форму этот никнейм, ты так или иначе окажешься прав. Главное, чтобы не Нитро или не Найтро или что-то в этом роде. Да, ну что, это третий раунд уже в исполнении команды. В Альянс в обороне 3-2. Ну, действительно, Контра Страйк пока что очень медленный. Ну, медленный он, во-первых, за счет того, что Виндиго ошибается под Бананом. Регулярное количество раз. Ну, а в Альянс довольно неплохо их Контрит. Ну, быть может, мы какую-то другую эту игровку увидим. Да, Бабл засейвил один АК-47. Ну и как раз-таки от него мы с вами можем посмотреть, что-то, если он все-таки будет агрессивно играть. Но это снова, скорее всего, занимание Дуги. Сразу же Молик под ноги. Все, Бабл тушить, тушить. Но потерял 28 хп. Сейчас еще Гранатка полетит, быть может. Да, еще Граната за спину. Ну, она, в принципе, не критична. Ну, а здесь, опять же, у нас Некса вместе с Аспирантом. Неплохие, на самом деле, опорники у команды Валлайнс на базе Б. Видно, что коммуникация на уровне. Вопрос в том, как эту коммуникацию сейчас нарушить команде Виндиго. Потому что пока заход под базу Б выглядит немножко призрачным. Так, ну и на Сити сместился у нас один из игроков команды Валлайнс. Так, это Аспиранты есть. Минус, неплохо поработал. Но там дым и дальше будет давить поизом вместе с Шибзом. Давайте посмотрим, что из этого получится или не получится. Но здесь вот такой буст. Быть может, на гробах сейчас поймают Некса. И, кстати, Некса не увидели в дымах. Или нет, Шибз, по-моему, увидел. У меня Аспиранта хорош. Аспиранта очень хорош. Два минуса, три минуса уже в этом раунде. Некса помогает. И блокер никуда отсюда не уходит. Еще один раунд исполнения команды Валлайнс. Эталон Энканис. Но, опять же, видишь, Ханс Соло. У каждого они свои. То есть, ну, как по мне, не надо какого-то там кумира себе сотворять. Это, опять же, субъективная точка зрения. Кому-то нравится там Таффл, кому-то нравится Пчелкин, кому-то нравится Кристал Мэй, кому-то нравится там Лейнин, Слэм Страйк и так далее. Кук, Энканис, называйте как угодно и кого угодно. Сколько людей, на самом деле, столько и мнений, и нравственности. То есть, нельзя быть приверженцем 100%. Опять же, одной теории, это слишком субъективная точка зрения. Ну что же, Шибз на ПТ-3 фраг. Но сразу под А выходит все-таки команда Индиго. И неплохо поработали под базой А. Некса. Здесь уже на библиотеке остается. Но вероятнее всего, мы с вами увидим сейв-девайс. Хотя девайс за сейвить не дадут. Некса или же все-таки дадут. Но команда Индиго понимает, что, в принципе, на следующий день, раунд денег будет не так много. И все-таки искать идти Нексу самим прямолинейно, но, наверное, не имеет смысла. Потому что есть риск того, что ты потеряешь девайс. А у уже двух игроков нет. У команды Индиго это в любом случае нужно дропать. А проигрывая, следующий раунд у команды Валайнс будут небольшие проблемы по экономике. Ну и от Виктора вот такой вот вактор-шот. Ну и это уже раунд номер три для команды Виндиго. Ну что, пока действительно равный Counter-Strike мы с вами видим. Не получилось три раунда подряд у команды Виндиго под базу Б. Сразу же попробовали пода и действительно сразу же успешная попытка. Не ожидали, видимо. Не ожидали Валайнс в любом случае такого развития событий. А мы смотрим уже за очередным раундом. Всем еще раз добрый вечер, ребята. Так, ну и что, будет ли поджим? Да, там уже погибает на банане Эсперанто. Сразу же нужно подобрать АВП от Некса. Ну вот, хаешка не очень приятная. Но даже если Некса находит минус, его в любом случае должны будут разменить. А здесь четыре игрока. Ну вот, вот такие дела. Шашлык не получился. Все-таки есть еще один минус от Пойзона. И это выход на базу Б. Ну а здесь только единственный опорник это на Сити, это Хантер. Очередной сейв. Очередной сейв. Да, там у нас Intel вместе с Отто никуда не торопится. Хантер в итоге погибает на Сити. Но это будет попытка сейва двух девайсов. Одного АВика, а тот-то и Кальта в исполнении Интела. Не створи себе кумира в Руби, блин. Ну понятно. Конечно. Аспирант хороший игрок, да? Да. На самом деле, ребят, ну, плохих игроков... Как по мне, вот именно в Тир-1, Тир-2 командах не бывает лишь по одной причине. Кто-то подходит под структуру какой-либо команды, кто-то нет. Вот, например, давайте возьмем живой пример. Ни в коем случае не воспринимайте это как какое-то хвост на стволе что-то. Я очень в хороших отношениях именно в реал-лайфе с Джонтой, тренером Hellraiser, с Бондиком, который уже, в принципе, не является игроком HR. И мы с ними очень часто полемизировали на тему, да, вот, товарища снайпера, Дэд Фокса. И не многие понимают, все хейтят там Фокса, говорят, что он безумно слабый игрок и так далее. Но вы не представляете... Ну, точнее, кто-то, может, представляет, а кто-то нет. Я говорю сейчас про сторону, которую недолюбливают Фокса, что они не представляют, насколько большой объем работы делает этот парень. Ну, действительно, я вот тоже в какой-то момент был не то чтобы хейтером, я вообще, в принципе, это и дело такое себе. Не воспринимал его игру как должный уровень тир-1 команды, или тир-2. И мне вот расписали действительно все по слогам, все по нотам и так далее. И в такие моменты ты реально понимаешь, насколько чувак крут, и ты присматриваешься к этим моментам. И понимаешь, что да, действительно, не зря он в этом составил. А Джимса? Есть пик на базу Б. Неплохо, там эсперант, на самом деле, по хп просел, но здесь по девайсам... Все очень даже неплохо у команды Валайнс, поэтому надо стараться держать. И будет затяжной раунд, бомбу дропкали вообще под терреспауном. Ну и от Отты есть первый минус. И снова готовится врыв на базу Б. А там Отты еще одного щелкает, боже ты мой. А там шестой все-таки прошел. Прошел, и выход на Сити будет. А Сити никто не чекает сейчас. Но вот только-только Хант растягивается, но информации не было. Была информация от команды Валайнс в том, что, ребят, я мог пропустить в теории игрока на Сити. И эта информация сейчас подтвердится. Хантер погибает. Все, эсперанто должен жить. 26 хп у него. А там Шипс уже на подходе к базе Б. Да, есть еще Некса. Но и Некса должен в любом случае здесь делать минус. Если будет под него выход Шипс. Пока что дымы, дымы, дымы. И Некса прекрасно слышит, что на гробы запрещено. Как снизу два игрока. Первый тут пошел. Ай-яй-яй, по второму не законтролил. Ну что же, это 2 в 2. А будет ли попытка ретейка, потому что понимают, что нужно выигрывать раунд команды Валайнс. В следующем раунде денег будет очень-очень немного. Он летний. Он так сказал его называть. Просто, опять же, есть обратная сторона медали. То есть, я лично тоже спрашивал у менеджмента. И в CS 1.6 он еще в 2008 году начинал как Intel. И да, кто-то говорит, что в CS GO он летний. Кто говорит, что Intel. То есть, здесь тоже точка зрения такая неоднозначная. К сожалению, личной связи у меня с ним нет. Поэтому... Ой-ой-ой, от Intel хороший минус. С вашего позволения буду называть его Intel. Ну и Bubble погибает. Щипцы есть? Да. Щипцы есть у Intel. И, конечно же, это дефюз-бомбы. 5-4. И действительно верное принятое решение от команды Валайнс в том, что ни в коем случае сейв здесь нельзя производить. Иначе совсем все будет плохо. Ну и Эсперанто с Хантером, скорее всего, ФАМАС или какие-то фармганы будут на упор принятия базы B. И здесь у нас тактикал пауза. Easy for Vindigo? Ну не знаю. Посмотрим-посмотрим. Ребят, скажите, пожалуйста, еще немножко по обратной связи. Все ли хорошо у вас с изображением? Ничего ли не лагает? Все ли прекрасно слышно? По мере трансляции будем стараться фиксить, если что-то не так. Если вы небольшой фон, ребят, такой гул слышите сзади, это комп неплохо так и разгоняется. Водяночка работает, работает, работает. Поэтому я приношу извинения. Да, да, бетро. Я тоже согласен, что Intel тоже может. Это знаете, как опять же есть игрок под никнеймом Cutler? Но он сам пишет RealTug. RealTag, не знаю. Но обратно он читается как Cutler. Также еще какой-то игрок есть, забыл. Если кто помнит, напомните. Так, ну что же, у нас выход на поджим. Бананно. И здесь шипс разменивается с Nexa по разу. И рыдовый остается. Nexa тоже погибает. Один лишь опорник на базе B остается савиком. Это Эсперанто. Но его также разменят. Это 3 в 2. И это выход по 2 зубы будет 100% от команды. Виндиго, ну здесь уже смещается опорник. Это Отто. А у Отто есть АВП. Но смог ладец сносить, конечно. Кстати, смог не очень хороший. Информации нет. Все, чеки-пуки. Спасибо, ребят. Люблю, обнимаю, целую, даю пятюню. А у нас пока что продолжение раунда номер 10. Это все-таки шестерка для Валайнс? Или Виндиго здесь делают что-то очень жесткое? И будет ли пятый раунд уже от них? Отто выходит на грабы и погибает. Ну и Intel будет сейвить АК-47. Первый армор и щипцы, конечно же. Ну вот такой вот поджим. Дуги не очень хорош получился в командовой Лайдс. Один в один это в любом случае, ребят, размен в пользу атаки. Поэтому, если кто вдруг... Я ни в коем случае не претендую на ваше знание в Counter-Strike. Если кто не понимает, атака всегда, имея размен один в один, она остается в преимуществе, так как у них появляется больше простор для маневризации на карте. То есть для мобильности и так далее. Размен один в один для обороны, соответственно, это не очень хорошая вещь, но тоже неплохо. Хоть какой-то размен и есть. Ты комментишь на сленге, ничего не понятно. В смысле на сленге, на сленге я, по-моему, обычно языком изъясняюсь. Да, Итан, точно. Люкер, спасибо тебе большое. Точно вот как раз таки мы смотрели Dreamhack и... Там таки Итан как раз таки был. Вот, ну это 5-5. Это 5-5, 10 раундов позади. 5 раундов остается на первой половине в рамках карты Инферно. Инферно между Валайнс и Виндиго. Ну и будем смотреть прямо сейчас с 11-м раундов. Ну здесь опять же Форс Бай. Форс Бай. Будет ли какой-то поджим на Мидл? Наверное, все-таки Смок отбросит Хантера и уйдет уже ближе к шарту. Хотя фармган нужно реализовывать где-то в упоре, поймать кого-то на бойлере. И здесь выход на Мидл будет. Сразу 3 игрока, хорошая ХАЕшка залетает, но всего лишь 10 хп снимает Пойзону. Пойзон понимает, что скорее всего это фарм Ганы. Потому что соперник не должен отпускать далеко по счету. А у Виндиго как раз таки атака Валайнс играет в обороне. Следующие карты напомнят, даст второй. Так, есть первый минус Атота. Блокер на разменье неплохо. Блокер минус 2, но здесь все. Один напорник на базе остается. Это Хантер на спину. Выходит, ладно, может АК-47 подобрать. Ай-яй-яй, как же нервозно играет сейчас Хантер, не понимая, где игроки и Пойзон находят. Еще один минус Аспиранта и Некс остаются вдвоем. Ну что же, еще один сейв арморов. Да, 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 да. Это жестко. А вот если бы пошел на девятку, то вероятнее всего он минуса, может, и 2 нашел бы. Остался при АК-47, и 3 в 2 уже было бы за командой Валайнс. Но опять же, это мы все, ребят, с вами видим. У нас есть X-Ray, опять же. У игроков этого нету, к счастью. Слушай, как думаешь, Виндик заберут одну карту? Или же... Просто хорошая команда хочет, чтобы она развивалась. Любая команда, ребят, может забрать в одну карту у кого угодно. Ну да, я немножко тоже не особо понял, но да ладно. Ну что, поехали смотреть уже за 12-м раундом. Виндига выходит вперед. Еще 2 раунда, и они как минимум заберут первую половину. Это вообще прям, как по мне, очень хорошее достижение для команды Виндига в рамках именно этой карты. И будем смотреть, что Валайнс предпримут в оставшиеся 4 раунда. Так, ну что, 2 опорника, как всегда. Некса и Аспирант на базе Б. И здесь, опять же, занимают дугу. Будет контроль карты, чтобы не поджали никого. И команда Валайнс, ты прекрасно понимаешь сами, игроки команды Виндига. Ну и здесь выход под опорную базу А. И какой же тайминг они ловят? Там просто смещение пошло, и получается лишь один Хантер. Но здесь Юсп. Понятное дело, что пистолетки в любом случае Валайнс должны отдавать. Так это же позиционка, все же знают. Сейф Арморф. Ну, хорошо, ты хочешь, чтобы я говорил, нужно уходить на сохранение своих броневиков. Там, или как, бронежилетов. Ну, я, в принципе, не очень сам поддерживаю англицизмы. Но, когда у тебя есть терминология, это не переходит в грани. Так что, нормально. Апнекс, есть минус. Ой-ой-ой, от интеллос? О, ты еще по фрагу. Но здесь все-таки товарищ Блокер решает эту ситуацию в пользу. Своя команда на данный момент раунда. Так, Молик полетит сейчас за тройка. О, да. О, да погибает. И остается последний. Это Кантер. Ну, и Пойзон еще с П-250 вешает одну голову. Это 7-5. 7-5. И команда Виндига, выигрывая этот раунд, во-первых, она берет для себя первую половину. Во-вторых, там, скорее всего, уже просто два форс-байа будет у команды в Альянс. И хорошие шансы, в принципе, у Виндига, в случае взятого этого раунда, выиграть половину с учетом 10-5. За кого болеешь, ну, в этом, не в этом матче, а вообще нахвалу. В принципе, ребят, я, ну, у меня нет какой-то, как-то, как-то, любимой команды. Я вообще люблю именно просто красивый Counter-Strike, поэтому комментатор вообще не должен ни за кого болеть. Это не то, чтобы даже, да, издержки профессии. Это, скорее, просто уже такая жизненная позиция. То есть, у меня нет там нигде друзей и так далее. Если были все друзья, то он, наверное, все-таки бы где-то в глубине души топил. А так, наверное, по дефолту, как у любого СНГ-игрока или просто СНГ-зрителя. Где-то подтапливаешь за командой СНГ. От Виктора есть первый минус. Есть информация также еще по одному игроку с Сити. И, кстати, все, на опорной зоне базе Б никого больше не было. Да, закрывает еще эсперант. Ну и Хантер в итоге один размен дает. Ну что, Intel и Хантер вдвоем 2 в 4. Ну, понятное дело, что это снова сейв. Это 8-5. Ну и Виндико действительно закрепились на карте очень и очень годно. Денег на следующий раунд еще очень даже много. И на позаследующий еще хватит. Так что все вообще шикарно у этих парней. Ну, ух, люди, зрители это мне учат. Я вот с тобой согласен. С вашего позволения, дорогие друзья. Я вот отойду немножко от темы. Как-то на Реддите года полтора-два назад, по-моему, перед Интом, по Доте, перед Шестым, был огромный пост на Реддите. И вообще, в принципе, этот инфоповод раздулся очень сильно. Говорили по поводу открытия каналов. Да, допустим, здесь вот КСРУХАП 2, на котором мы сейчас с вами. А есть, допустим, КСРУХАП там ЮФ, условный. На котором для молодого поколения, там, либо для новых игроков просто говорят более... Не то, что терминологическим языком, а все более просто. Сохранить армор, там, АВП, снайперская винтовка или что-то еще. Для, так скажем, упрощения. Для упрощения понимания игры. Я, знаете, я честно говорю, я с этим согласен. Было бы неплохо. Потому что прививать знания новой аудитории надо. Но, опять же, как-то раньше без этого жили и ничего, все нормально. Ну, а здесь, в этом раунде, снова Виндиго занимает дугу в дефолтной для себя манере. Ну, а там от Хантера есть уже первый минус. Так, ну что, там блокер используем еще как-то врагу находит. Но, все-таки, да, здесь пока что 4-3, но и здесь Хантер. Один остается на парной базе, а блокер может выйти к нему в спину, в теории. Да, это перетяжка под базу, а будет от команды Виндиго. Хантер, хороший минус. Молик накидывает, а там Пойзен. Пойзен сидит и ждет. Пойзен верен своей позиции, пока что никуда не пикает. Ну что же, снова возвращаться под базу Б, быть, может, стоит. Но здесь уже есть шипс. И Некса! Хороший минус. Информации по ласту пока что нет. А вот сейчас будет Пойзен. Давайте от него посмотрим. Знает, что его оппонент родовый. Время позволяет как раз-таки еще и последить за Некса. Ой-ой-ой-ой-ой, это было классно. И Хантер. Хантер или же все-таки Пойзен. Все-таки Хантер. Это 6-8. И команде Валайенс предстоит побороться. Сейчас за седьмой раунд хотя бы сделать еще 8-7. Если уж отдали первую половину, то желательно минимизировать отставание от соперника. Конечно, есть второй май. Так, ну что, поехали. Последний раунд первой половины. Всем еще раз добрый вечер, ребят. Ну и команда Винди Говной по своей жизни будет занимать Дугу. А здесь у нее хорошие молики лажат под Шинзо. Довольно много их пойму снимает. Там еще один. Молик и ХАЕ-шка хорошая. И АТОТО есть первый минус. Ну и снова занимать базу Б. Команда Винди Говной. Команда Винди Говной готова. Ну вот потерпели, правда, некоторое фиаско. Блокер. Ну все же, блогер, блокер погибает. И 4-5 уже не так просто будет. Да, погибает. У нас еще один игрок на выходе с ребер. Это Бабл. Ну и команда Винди Говной вообще. Здесь не очень хорошая ситуация. Там еще и ШИП с Родовой. Ну а здесь Аспиранто. Уже с буста готов принимать. Здесь же еще и НЕКСа, СИТИ. Как же больно команде Винди Говной сейчас будет. Ну это выход. Это выход. Первый минус есть, второй есть. Ну и вактор остается один. Хорошие два минуса. Знаю, что еще один на гробах есть. Это отто 53 секунды, но три соперника в живых, как раз-таки один из них в спину уже и обходит, который не даст идти Виктору с этой позиции. Слушайте, а Виктор-то еще один минус находит. Это уже один в два. Поменяй прицел, пожалуйста. На какой? Просто побольше или что? Виктор. Бомба на руках, но опять же здесь Интел пока что контролит выход. Но все-таки вот и ставят минус. Это 8-7. Все-таки Винди Говной закрывает первый плей, но с минимальным отрывом. 8-7. И очень важный пистолетный раунд сейчас для команды Валайнс и Винди Говной в том числе. До этого комментирует есть опыт? Да? Да. Конечно. У меня в принципе, ну, так скажем, в шатанах опыта довольно много. Так что, в принципе, имею понимание, что к чему. Побольше сделать, да? Давай, вот такой вот прицел. Пойдет такой прицел? Цвет, я думаю, менять не буду. Это не принципиально. Ну, это просто мой прицел стоит, с которым сам играю. Разминка идет пока что у нас перед началом второй половины. Ну, и начинается, собственно говоря, пистолетный раунд. Хиггс, я, так скажем, еще не имею огромного опыта обсервинга. Вообще, в принципе, комментировать и обсервировать довольно сложно, если честно. Но это мой первый опыт, поэтому я, если, ребят, в какие-то моменты не попадаю, я прошу меня простить и понять. Ну, и так, у нас пока что 8-7. Ну, и пистолетный раунд сейчас в чужую пользу разрешит ситуацию. Занимается дуга, опять же. Пользом будет на приеме базы Б. И там погибает, кстати, у нас баба на меду. И Виктор разменивает его все-таки. Неплохо. Опять же, 1 в 2 размена. Вот уже и 1 в 1. Но 3 в 2. 3 в 2 все-таки. Ой-ой-ой-ой. Что за размена? Пошли. Виктор погибает. И все-таки пистолетка за командой Виндиго. 9-7. Вот это было действительно неплохо сыграно. Not bad. Not bad. Ну и будет ли форс какой-то? Нет. Три гранаты от команды в Alliance. Но эти три гранаты, быть может, на банан как раз-таки на дугу. И полетят. Опять же, да, кто-то называет банан, кто-то дугу. Ну, хорошая граната залетит. Врата урона немного. Но, опять же, полетает пятером. Попытка, что лигу предпринять. Ну и здесь, опять же, Виктор ведь с блогером и шипсом просто без шансов вывольняют пятерых игроков команды в Alliance. Но фармили неплохо себе на следующий раунд. Это 10-7. Ну и теперь оружейный от команды в Alliance. Оружейный безумно важный для них. Потому что проигрывая его, это минимум 12-7. А там уже и по морали Виндиго будут просто, как по мне, давить, играя на сильной стороне карты Инферна. Так что, В Alliance, ждем от вас прям супер жарко у какого-то раунда. Но посмотрим, что это за раунд вообще в принципе будет. Так, Хаешкин на дугу неплохо. Но, опять же, Эсперанто за счет того, что имеет армор. Не сильно таки просел. Но там восьмерка пока что байтит. Это Хантер. Здесь в упоре на коврах Бабл. Бабл. С фармгана, конечно, в упоре это просто лютая мощь. Если у тебя первая пуля не залетает, в принципе, перевести прицел это уже будет довольно проблематичная задача. И Бабл может в теории спину-то, кстати, выйти. Ну, здесь на самом деле Бабл чуть-чуть посмелее бы. Но, понятное дело, что он просто не хочет подводить команду. Так, там врыв пока что под базуа готовится. У нас в исполнении команды В Alliance. Шипс откидывает первый молик. Так, все, полетели у нас гранаты. Так, Шипс, Шипс, Шипс. Ладно, попади, Шипс. Локер. Откидывает еще Смог. Флешечка на выход. И есть минус от Шипса. Неплохо. Неплохо. А там опорник под медом должен контролить поджип. Флешка на миду. Западает Вактор. Хантер, как же это было красиво. И это свободный апплент для команды В Alliance. Перетяжка уже идет от Пойзона. Но он, кстати, не успевает. Игроки команды В Alliance все-таки быстрее придут на базуа. Ну и Пойзон. Пойзон, хороший минус. Ну и в планету остается у нас... Один лишь игрок. Это дефьюз-бомбы. Это дефьюз-бомбы. Это одиннадцатый раунд от команды. Виндига. И Пойзон... Да! Стоп! Стоп! Вот это действительно было бы уля-ля-тура-ля-ля. Если бы этот раунд отдали команде Виндига. Информация же была, что игрок еще очень далеко находится. Была перестрелка только-только на дуге ближе к т-спауну. И почему бросили дефьюз или вообще не начали сразу дефать, немного непонятно. Вот это вопрос о мискоммуникации стороны Виндига гейминг. Но все-таки одиннадцатый, сговоря по ламберут, это еще очередной бай-раунд от команды Валайенс. Покупаются в ноль. Ну и... Проиграть этот раунд это уже действительно полу-габелла, такая полу-проигрышная ситуация для команды Валайенс на карте Инферно. Ну посмотрим, может сейчас получится забрать раунд. Так, поджим дуги в исполнении команды Виндига. Шипс уже в упоре здесь. Ой, ну получал по урону по себе Интел. Но 5-4 уже плохо. Для команды Валайенс начинается этот раунд. Ну и Шипс никогда не намерен отсюда уходить. Вместе с блокером будут постоянно под давлением держать дугу. Чтобы террористы не смогли сюда зайти. Еще смог пролонгирует Шипс. Ну и в этот смог Интел, я думаю, не рискнет дальше пушить. Ну и вообще, в принципе, так абстракционно стоят пока что команды Валайенс. Не торопятся. Понимаю, что нужно подождать, пока все смоки откинет игрок под базой B. Чтобы как раз таки с помощью отсутствия смоков можно было дискредитировать игроков на базе B. Ну посмотрим, но блокер здесь регулярно пикает. И сюда заходит сразу два и даже три игрока. И одного из них блокер все-таки увидел. Ну, блокер вместе с Шипсом в любом случае должны здесь неплохо пофармить. Ну и первый из них это Шипс. Еще раз у нас остается Некс, но Некс все-таки находит размен. Хаешки не было у блокера. Вот это плохо. Некс находит размен, но он пока что единственный опорник. Так что блокеру погибать ни в коем случае нельзя. Все, живи, 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 живи. Теперь же погибать нельзя. Хороший минус есть, но размен имеется так же со стороны Некса. Это 2 в 3. Молик кладется неплохой. Ой, а Пойзон-то здесь не мобилен. Вообще не мобилен. Подгорает Пойзон. Пойзон 12 хп. Что же такое-то? Все-таки Виктор находит свой минус. По Нексе имеется информация, но он уже бомбы не успевает ставить в любом случае. Так что... Это 12-й раунд для команды Виндига Гейминг. Not bad. Дружи, летний, а не интел. Куралин. Мы уже это обсуждали. Этот момент, что вариация никнейма имеет 2 опции. Интел и летний. В 1.6 он начинал как интел. И то есть многие алды называют его интел. Сейчас же он опять говорит либо летний, либо интел. Сам игрок, насколько я понимаю, ему без разницы. То есть, ну, очень много различных мнений. Поэтому, с твоего позволения, я буду называть его интел. Так же, как Рилтук, это Катлер. И так далее. Ну что, у нас Бабл. Должен принимать сейчас будет выход на Апарте А. Это быстрый раунд в исполнении команды Валайенс. И снова смог. Ну и здесь четвером в Апарте. Неплохое решение. Опять же, спину прочекает интел сейчас. Ну и все пока что очень и очень спокойно на карте у нас. Здесь раз в три опорника на базе А у команды Виндига. Ух, тяжело здесь придется в любом случае команде Валайн заходить на базу А. Имея на руках лишь Чешки и Деглы. И вот первый уже врыв имеется. А Виктор первый минус. Будет ли еще какой-то размен. Ну там, кстати, Некса неплохо поборолся. Есть информация по коврам, поезда закрывает одного. Есть информация по второму. Это, кстати, не маншот был. Интел погибает. И остается лишь товарищ Эсперанто с Амиком. Но и здесь его блокер уже поджидал. И тринадцатый для Виндига Гейминг. Пока что шикарная оборона от этих парней. Сколько они, получается, пять раундов подряд забирают. И причем из них, по сути, три оружейных было вместо двух. Потому что на третьем раунде зафорсили командову А. Ну и посмотрим, что получится сейчас. Кстати, ребят, по поводу вашего мнения насчет Виндига, не скажу, что ребята слабые, действительно. То есть, когда у тебя игроки очень опытные и мотивированные, то довольно тяжело, на самом деле. Ну так оттуда гореть, как тут горел Эсперанто. То есть, довольно тяжело команду назвать, что она какая-то неопытная, неплохая. То есть, раз на раз не приходится. День на день. КС это крайне нестабильная игра. Но это, опять же, ни в коем случае не относится к команде Астралис. Вы должны это понимать, что имеется куча факторов. Это влияет на игру. Но пока что оттуда есть минус. Отнекс еще размен по жипсу. Пытается размениваться здесь Пойзон. Но пока что это неплохо получается. Минус два уже от Пойзона. Болда дропается. И... Пытается не дать все-таки Интелу подобрать. Раз таки. С4 пакет. Ну а Баббл. Баббл. А там уже в Аплэнд вышел. Хантер. Хантер охотится. Крудется. Ну а здесь Пойзон. Он слышит Пойзона. Ой, какая же сейчас будет просто невероятно плохая позиционка у Пойзона. И по-второму информации нет. Ну вот понятное дело, что он хочет все-таки оттянуть момент этого кила. Вот такой момент. Ну и Баббл. Один в два. Давайте за ним посмотрим. Ну и вот такой вот раунд забирает все-таки в Алайнс. Хотя, казалось бы, да, упала бомба на даге. Ее контролит игрок командой Виндига. Есть точная информация. И вот такая вот небольшая микро ошибка в исполнении команды Виндига стоила им раунд. Но опять же, по деньгам все относительно неплохо. Будет у нас АВП скаут. Эмпишка, ФАМАС и 5-7. Хотя нет, я думал, немножко попроще ситуация будет. Но за счет того, что в Алайнс сделали минуса по экономике случилась проблема. А вот АПОЗНУ случился такой шикарный минус по Отто. Но дискредитировали одного игрока команды в Алайнс. Уже в следующем раунде, быть может, Отто поможет. Ну а пока мы смотрим продолжение этого раунда. 4 в 5. Понятное дело, что в какой-то момент этого раунда Виндига может позволить себе пропушить, имея на руках фармганы. Ну и все-таки летние и команды готовы, готовы идти дальше на мидл. Несмотря на то, что одного игрока потеряли здесь. Ну вот игрок на 20-ти поизон, точнее на 15-ти поизон будет принимать еще одного оппонента со скаута. Но без армора. Понимаешь, что размениваться по ХП ни в коем случае нельзя, потому что ты ловишь аимпанч, когда у тебя нет армора. И ты не можешь стабилизировать прицел дальше на своем сопернике. То есть перманентно ты погибаешь. И команда в Алайнс прям очень намеренно идет под базу А. Ну и здесь Баббл. Попытается на шарте попасть сразу в голову. Но получится это или нет, тоже вопрос такой. Потому что может не сваншотить. Да, от интел есть минус его Виндико. Интел, ой, здесь Бокер. Есть размен. Три в три. Вот по Хантеру информации урону что-то никакой нет. Еще и Виктор закрывает из-под... Да, закрывает. Но все-таки это 2 в 2. Шипс, 1 в 2. Баббл погибает. Но вот Баббл, наверное, стоило как-то немножко стараться жить. На случай, если игра у команды то идет, то не идет. Комментарь про фразы фактор Ника. Синтединируйся на уровне, а завтра наоборот. На самом деле, ну, как-то... Зачем придумывать фактор Ника? Это слишком, опять же... Боже, забыл слово. Это слишком в узких кругах, опять же. Не многие... То есть, если многие не знают, что такое бойлер, если многие не знают, что такое сейвить, что такое армор и так далее, то фактор Ника говорит на широкую публику, ну, такой сим. Просто нестабильный, как по мне, более подходит к описанию данной ситуации. И знаете что, дорогие друзья? Это 13-9. В Alliance берут еще один раунд. И у команды Виндико огромнейшие проблемы уже в грядущем. Потому что денег нет, остается лишь один авик на руках Шипза. Но вероятность всего следует предположить, что Шипз будет играть сейчас очень агрессивного вапера. А нет, это дроп на Пойзона. И Пойзон пойдет ли пикать мидл сейчас, и мне как раз таки первый респаун. Судя по всему, должен. Он должен реализовать АВП. Стараться найти какой-то девайс. Но, опять же, девайс вряд ли пойдет подбирать Виндико. Хотя бы просто лишить одного девайса команды Валайнс. Выиграть небольшую позиционку для своей команды. И он, кстати, уже, по-моему, нового из игроков увидел. Вот так, есть первый армор, поэтому не сильно подгорает и взрывается Пойзон. И вот такой вот минус есть. Отлично, отлично. Но там уже готовится врыв, насколько я понимаю, на П. А здесь три опорника. Здесь три опорника. Бабл, Шипз и Блокер. Так. Интел. Получает по голове неплохо. 44 хп у него остается. Но он один здесь, а бомба только-только, да. Вот сюда подтягивается, все. Как же хорошо работает Блокер. И врыв под базу Б все-таки должен быть. И... Аспиранта. Получает кавер со стороны Оттон. Там уже два игрока на Сити. Ну и там за тройку еще как минимум один игрок есть. И вот такой вот раунд забирает команды Виндико, не имея на своих руках. Ровным счетом ничего, кроме по 250 и одного авика. Команда Валайнс наступает на грабли Виндико. То есть, да, если сейчас, опять же, можно так же сказать, что раунд Виндико, когда ты, не имея ничего, отдаешь сопернику. Когда у твоего соперника ничего, ты его отдаешь. В предыдущем раунде так было у команды Виндико. Так что... Все очень ситуационно, дорогие друзья. Ну что же, 14-9. Команде Виндико всего два раунда остается. Ну а Пойзон пока что все равно очень агрессивно играет на меду. Несмотря на то, что это бай от команды Виндико. Ну и первый минус от Шипсова у нас есть. Ну и вот на дуге, опять же, проблемы теперь у команды Валайнс. Ну на второй карте. Вторая карта, по-моему, второй даст, если я не ошибаюсь. Вот там должны прям точно хорошо бороться команды Валайнс и как минимум ее закрывать. Ну и здесь еще борьба идет. Ни в коем случае нельзя списывать. Даже если счет будет 15-9, то будут какие-то пистолеты. Мы с вами прекрасно видели, чем закончился предыдущий раунд от команды Виндико, когда у них были одни пистолеты и один АВП. Пойзон. Находит свой первый минус в этом раунде, но четвертый общий для команды. Ну и Некса с Деглом. Хороший минус по балкону, но там уже два соперника, которые ему не дают разбанцеваться. Это 15-9 и целых 6 маппоинтов в пользу команды Виндико Гей. Шикарный контр-страйк в исполнении Болгар, но пока все очень-очень неплохо. Ну и смотрим уже за следующим раундом. Он же может стать последним в рамках карты Инферно. Ну что, поджим под флешку. А здесь, кстати, врыв под базуа готовится от команды Валайенс. Некоторый All-In. Ну, через Апарту будут играть. И вот здесь позиционка Пойзона не совсем, наверное, приятна для него. Опять же, если бы он играл более открыт, тогда да. А так все-таки, имея какой-никакой текстур кавер, может здесь позволить себе помоцеваться с АВИКом. Ну, сразу же уходит на Сити, понимая, что это врыв на базу А. А здесь уже должен тушить Некс, но не потушили Молик вообще от Луа совсем. Ну и Блокер там дальше будет принимать в библиотеке. Полетели, полетели. Прифайр, смок от Блокера. Пока что не замечалось этим успехом. И давайте посмотрим, чем вот эта вообще перестрелка закончится. От Виктора с Баблом есть по минусу. Ой, немножко улетел за текстуру, прошу прощения. От Хантера единственный размен, но там из-под ямы хорошо действует один из игроков команды Виндига. И последний это Хантер. И Хантеру отсюда уже просто-напросто не уйти. Ну что же, 16-й раунд, судя по всему, Виндига закрывает, если Хантер не творит супер чудеса в этом раунде. Но вот первое чудо есть, а второго мы не дождались. 16-9, команда Виндига побеждает в рамках карты Инферно, дорогие друзья. Ну и, соответственно, следующая карта второй даст.